всем привет мои любимые зрители посмотрите какая у нас классная зима за окном сейчас утро и все 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 в снегу видите он все еще идет идет все засыпала сосенка уже видите лапы раскинуты в разные стороны это мы еще с вами не виделись в этом влоге в одном из прошлых видео меня попросили рассказать почему я ушла от идеи питомника почему я больше не хочу продавать котят ну вот рассказать все-таки мои причины да а думаю стоит начать с того что мы за люди до чтобы понять вообще всю эту специфику у нас в джуле 9 лет и наверное лет 7 у нас был питомник у нас были котята мы их продавали вообще котята это на самом деле достаточно дорогостоящие мероприятия это очень хороший корма котята нет правда очень много это хорошие прививки а глистогонные проверка сердца да вы знаете мы и кунах это обязательно вот зоотесты генетические которые делать обязательно иначе как бы смысл вообще заниматься породой но у манку на просто частые проблемы с сердцем бывают и его смотрите вы этого котеночка он у нас рождается на ручке и вы поймите даже кошка она без нас а в принципе не может родить ей они от такой степени у нас вот связи не до такой степени разбалованные капризные кошки что ей надо верно чтобы я присутствовала чтобы я гладила чтобы я была рядом тогда она будет рожать хорошо и вот вот этого мы котеночка а он у нас рождается на руках кошки вы иногда даже вылизывать не хочет мы его трем полотенчиком растираем чтобы там кровь хорошо начала ходить иногда если нужно высасывается слизь из ротика из носика да ну вот прям вот до такой степени и потом вот этот момент продажи котенка то что ну как бы по деньгам это дорого как бы ладно допустим это все очень приятно а вот каким людям мы продаем котят это ну второй вопрос я такой человек что у меня они были очень красивые породные там участвовали выставках все занимали и у меня не было того что мне надо было всю хоть хоть кому-нибудь этого этих котят вообще такого не было и были случаи когда я людям отказывала да я могу себе позволить они у меня точно ну не залежатся и там будут еще желающие но даже в этом случае ну все равно я за них очень очень переживала и наверное последней капли было что одна кошечка из моего помета который я очень очень хорошо помню ее характер и поводки она умерла и мне об этом сказала владелица ей даже не сделали вскрытие понимаете ну если не хотели бы тратиться на вскрытие но я бы им отправила денег но мне интересно ну как это вот можно от чего умерла да и вот эта кошечка умерла после того как у владельцев родился маленький ребенок и вы знаете вот очень часто бывает того такое что он вот после рождения ребенка то ли хотят куда-то пристроить то ли что-то обычно нехорошее случается хотя там не с моими это я чисто вот уже по знакомым заводчикам вам рассказываю и смысл в чем смотрите у нас нет своих детей вы представляете как мы относились к ним своим хотятам конечно вообще у меня там душа и сердце до сих пор я помню каждого я вообще стараюсь не навязываться владельцам новым что типа ой там а как там васенька скиньте мне фотографию я стараюсь ну как бы не мешать им жить да ну конечно мне очень интересно я очень сильно за них переживаю и я вот насколько мне известно не все котята именно в хороших руках и мне не хочется продолжать эту деятельность у меня есть четверо наших кошек мне этого достаточно конечно вы смотрите тот момент когда маленькие котята у нас но была отдельная кошачья комната мы каждое утро открываем дверь кошачью комнату и эти вот пушистые комочки летят к нам в кровати они так рады нас видеть это просто ну реально большое счастье вот это вот все что не нас так любит но это очень конечно приятно данным я вспоминаю прям до слез конечно люблю котят но вот этот момент когда непонятно кому мы им отдаем потому что люди понятно что ну сначала все в хорошие замечательные а потом ну может это я такой человек я не знаю вот даже понимаете даже когда у нас хорошие котята у нас они продавались другие питомники и вообще на самом деле другим заводчикам даже хуже и неприятнее продавать чем ну не большинству конечно не большинство хуже неприятнее продавать чем просто владельцам потому что мне там знаете какие претензии были у заводчиков что вы знаете у вашего котенка шелушатся кожица на лапках типа что с ними так вот как вот после этого вот ну ну вот блин ребят это норма это бывает это от сухого воздуха то что много бегает это нормально ну ладно в общем вы поняли мою мысль что котята маленькие то очень хорошо но расставаться с ними очень тяжело и я не считаю что это бизнес никогда я там не была в плюсе наоборот всегда в минусе как по деньгам так и эмоционально вот хотя мы получили очень много хороших друзей знакомых тех людей которые взяли у нас котят ребяточки если вы нас смотрите вам большие приветики мы вас очень любим и очень хорошо что вот есть люди с которым мы подружились в результате нашей деятельности сарочка у меня для тебя подарок подарок для сарочки у нас большие снегопады идут и вот наша сосенка потеряла лапочку я эту лапочку хочу подарить саре посмотрим понравится ей или нет вот видите все вот эти вот игрушки это не то вот на такой натур продукт может нам получше будет или чё за веревочку прицепить как тебе лучше ой ой киса но всем оставлю посмотрим будут играть или нет вечером наверно начнется сумасшествие на все время вечером какие-то эти ой колется вот так вот мне кажется юки и точно бы начала кушать ой сара сара ничего вам не нравится мой подарочек что ли юки кошка кошка труда сарочки на там точек видите ушки торчат дримка спрятался дремы тебя видим ребята обязательно подписывайтесь на канал это очень-очень меня радует и как-то ну правда хочется дальше снимать и снимать и снимать а вот окошка джуля также пишите свои вопросы что окошках что о нас мне я с удовольствием сниму на них видео ответы дожили еще какая какая красивая кошка с такими красивыми лапочки жули разные лапочки черненькая и рыженькая сейчас мне кажется тут пальчик мне кто-нибудь оторвет открутит обнимает оленку все рекусь некий очень любит вычесываться сама просит чтобы чесали обнимали гладили укусинка такая хорошая кошка я только больше тут цвета недостаточно для съемки но зато достаточно укуси да да юки-юки мне кажется вот по камере она вот выглядит сейчас как будто акварельными красками нарисована тоже вот интересно я не знаю слова акварель же от слова аквавода но это в общем какая-то краситель разведенной в воде насколько я это могу понять в смысле любые красители которые разведены разводятся водой это наверное акварель хотя вряд ли но это вот сомнительное познание красочного деле такая довольная просто я взяла сейчас камеру зачем потому что она чесалась и она так выгнулась что ее хвост закрывал ей морду я чесала ей к хвосту но с кошками вообще не просто работать но невозможно время ходить с камерой вот тот самый момент искать да юки конечно к юки но вообще на самом деле мне не так хочется я вообще больше чешу для ее удовольствия мне больше надо белых кошек чесать потому что они нам больше всего дают шерсти а я укусе не так много это это вместе я еще ковар чистила сначала от помники подошла ну все мы поняли ну конечно конечно я начинаю к вам чесать дрим вот подходит и вот ложится в эту позу это вот значит он намекает что он тоже согласен чтобы его почесали но маленько он очень любит чтобы за ним походили поуговаривали этого кота вот тут вообще вот такой вот такие эти мужчины непростые с якуси гораздо проще а вот кот он сейчас вот встанет уйдет на другое место так ляжет видите с шерсти сразу сколько хотя этот парень часто очень вычесывается мной холстом метет вот он вот сам не знаю что он хочет он хочет чтобы вы почесали но периодически он хочет еще подраться с кинуть ой ну хороший ты хороший кот тем более одной рукой побаиваюсь тебя это у тебя лапа то вон какая большая лапа то большая у тебя вот тут еще сидит намекает тоже жули опять улегся типа я не против так ты типа специально хочу меня поймать да ты хитрый код ты типа так вот типа отвлекся а потом я чешую ты мне ловишь да я правильно понимаю ты хитренький можешь сам тереться твоей шерстью да пахнет начала джулю гладить и дремка поворачивается говорит а меня как меня-то как тоже любит дремкс да тебя тоже конечно тебя любят конечно юки она все время забаррикадирует лестницу вот хоть стой хоть впады при моем смысле этого выражения сложно если что-то несу через нее переступить но она не уйдет точно эта компания начинает за мной по вечерам ходить кого погладить кого просто поддержать такие вот любименькие а и и